История Их заверили, что Советский Союз уже созрел для гигантской жатвы. И вот 22 июня 1941 года спланированный Блицкрик обрушился на советские города и села, на тысячи и тысячи мирных граждан. История Страшная беда погнала их с родных мест. Только бы не оставаться в оккупации. По всей Украине, Белоруссии и Прибалтике потянулись потоки беженцев. Уходили любыми возможными путями. Они знали только одно направление – на восток, вглубь страны. Брали с собой лишь самое дорогое – какие-то крохи из того, что было нажито их трудом. Сотни, тысячи, сотни тысяч. Человеческие потоки сливались в реки. Тысячи заводов, миллионы людей. Задача была почти невыполнимой. Демонтировать конвейеры, снять все оборудование, погрузить его на поезда и пароходы, завод за заводом. В то время как раскаты орудий приближались все ближе и ближе. То, что нельзя было вывести, уничтожалось. Пришлось взорвать Днепрогес, гордость советских пятилеток. Уезжали рабочие вместе с семьями. В этой огромной миграции было много потерь, много тревог. Делали все возможное, чтобы спасти произведения искусства. Треть бесценной коллекции Эрмитажа была перевезена на Урал. Когда была возможность, эвакуировали племенной скот. Они спасали от приближающегося врага все, что могли. Жгли хлеб, выращенный их потом. Закапывали его, надеясь вернуться. Каждый километр был испытанием. Каждую минуту на них могли обрушиться фашистские бомбы. Полтора миллиона вагонов потребовалось, чтобы перевезти на восток людей и оборудование. За это время свыше 10 миллионов человек переместились на восток. Люди трудились плечом к плечу, чтобы как можно быстрее пустить заводы. Над цехами еще не было крыш, а уже выпускались танки и самолеты. Промерзшая земля Сибири тверда, как камень. Ее приходилось взрывать, чтобы закладывать фундаменты новых заводов. Руки строителей примерзали к металлу. Не хватало бетона и стали. Но они работали ночами напролет при свете факелов и костров. В общей сложности за годы войны на Урале и в Сибири было построено около двух тысяч новых заводов. Более одного в день. Советский Союз за эти годы совершил буквально промышленную революцию. За необыкновенно короткое время на востоке с конвейеров стали сходить новые виды вооружения. Уже к концу второго года войны советская военная промышленность превзошла германскую. В цехах работали старики, подростки, женщины. Отца этого паренька убили в бою. Один из мальчиков вспоминает. Расточка я был небольшого. Соорудили мне подставку, чтобы удобно было на огромном станке работать. Все необходимое я готовил загодя, чтобы ни минуты из тех 12 часов, которые я буду стоять у станка, не потерять. Дело было не в росте, а в энтузиазме и в любви. Но большинство работающих были, конечно, женщины. Им тоже пришлось овладеть непривычным делом. Работали по 14 часов на заводе, а потом дома. Нужно было готовить, ухаживать за детьми и стариками. Прибавьте к этому скудные продовольственные пайки военного времени. И самое страшное, сообщение с фронта. Пал смертью храбро, пропал без вести. Сотни миллионов гимнастерок, шинели, рукавиц, сапог сделали эти руки. Они одевали и обували армию. Они пели популярную тогда песню «Синий платочек». КОНЕЦ И словно принесенных ими жертв было недостаточно, люди отдавали стране, фронту, все ценное, что у них было. Семейные драгоценности несли казашки, узбечки, киргизки, украинки, русские. Несли даже обручальные кольца, соединявшие их с мужьями, которых они, возможно, никогда больше не увидели. Золото, серебро, драгоценные камни, целые тоны. На них приобретались танки, пушки, боевые самолеты. Люди отдавали деньги, отложенные на свадьбу, дом, корову, на черный день. КОНЕЦ Переместить большую часть экономики и огромную массу людей на новые территории за тысячи километров. Создать там промышленный потенциал, равный огромной державе и, в конце концов, превзойти по выпуску продукции всех заводов Гитлера и его союзников. Это был подвиг. Теперь поезда шли с востока на запад. Шли без помех на большой скорости. Они шли к Варшаве, Белграду, Будапешту, Праге, Берлину. Шли к победе советского народа в Великой Отечественной войне. Шли к победе советского народа в Великой Отечественной войне.